Мы научились определять в структур методы, конструкторы и деструкторы. Такие сущности, структуры с методами, конструкторами и деструктором, называются классами. Давайте разберемся с данной терминологией. Сама по себе структура, точнее ее определение, называется классом. Экземпляр такой структуры, то есть значение класса, называется объектом. Давайте посмотрим, например, непосредственно описание структуры с конструктором, деструктором и методом, с полями size и data. Вот это все описание называется классом. Экземпляры класса, то есть переменные типа Interray, называются объектами. И в данном случае переменная A хранит в себе объект класса Interray. Важно отметить, что как только мы начали определять конструкторы и деструкторы, то структура уже перестала вести себя так, как раньше, и ее уже нельзя проинициализировать, используя синтаксис инициализации для структур. Если мы попробуем проинициализировать объект таким образом, как мы инициализируем структуры при помощи просто перечисления значений для полей, то это выдаст ошибку по той причине, что у нашего класса есть конструктор, и предполагается, что любая инициализация должна вызывать конструктор. Продолжение следует...